Итак, Фуллер мертв. Но вовсе не это сейчас беспокоило Дерена. Он больше беспокоился об Анжелине, увлечение которой накрыло его с головой и которую подозревают в убийстве Фуллера. Так начинается вторая глава квеста Черное Зеркало 2 и это 11 часть 100% прохождения, друзья. Мы продолжаем. Мы находимся дома у мамы и если мы войдем к маме в спальню, то Дерен переоденется. Вот так вот меняется скин нашего главного героя. Здесь больше ничего нет. Диалог на ванной снова поменялся. Мы это слышали с вами. Дорога на главную площадь Битфорда. Мама живет в самом центре города. Хотелось бы мне сейчас пройтись по Битфорду и поговорить с жителями о том, что произошло, но выйдя отсюда мы сразу попадем в полицейский участок. Нет, это не он. У того линия волос дальше отступала. Может быть, вот так? Нет, он был более... А можно я сам попробую? Конечно, вот смотрите. Здесь разные формы подбородка, бровей и так далее. Я наблюдал за вами. Система понятна. Давайте сейчас соберем диаметрально другой портрет. А, вот такого попуаса какого-то. Губошлепа с огромным носом. И просто лишенными интеллекта глазами. Сохранить. Вы закончили? Хм... Нет, не совсем то. Можно я сделаю небольшой перерыв? Да, только ненадолго. Фоторобот нам нужен срочно. Хорошо. Давайте посмотрим на офицера полиции. Здесь вообще нужно сразу же ее сфотографировать. Друзья. Деррен просто достал свою зеркалку и начал фотографировать полицейского. Которая никак не реагировала. Ну, каждый день ее фотографируют какие-то свидетели по делу. Красивый снимок. Так. Давайте узнаем, что о ней думает. Не глупая. Чисто любивая и голодная. Типичная американка. Все хлопают ее по плечу. Она улыбается. Скоро роботом станет. Я тоже уже проголодался. Доделаю для вас эту часть. Я отправлюсь в МАК. Ну, а пока кабинет инспектора. Там офис надутого дурака инспектора. Неужели он искренне считает, что это Анжелина убила Толстяка? Объявление о розыске. Как вам новый прикид Деррена? На улице похоже дождь. Все эти темные личности в розыске. Ну и рожи. Во втором черном зеркале во второй главе тоже пошел дождь. Точнее, в первом. В первом. Помните? Наверное, полицейских фотографов специально учат, как на снимке превратить любого человека в рецидивиста. Или дело в том, что снимки размещают на объявлениях о розыске. Лично мне всегда кажется, что на этих фотографиях кто угодно сойдет за отпетого уголовника. Компьютер. Хм. Должно быть, полицию недавно одарили новыми компьютерами. Все как на подбор. Почти свежие 486-е. Черное зеркало потянут. Уже анонсировали новый процессор Pentium. Что? Кому-то и правда нужна такая вычислительная мощность. Пока мои любимые квесты от Сьерра запускаются, систему я менять не стану. Пока ваши любимые игры проходятся на VirtuaZilla Game World, канал с прохождениями можно не менять. Дверь к камерам. Хорошая реклама, кстати. После демонстрации меня пару раз сажали в похожие загоны. Для большинства моих знакомых это был повод для гордости. А мне было тошно. Канал можно не менять, а если хотите прохождение какой-то конкретной игры, друзья, у вас всегда остается возможность заказать его. Вы об этом помните? Мы смотрим на шкаф для документов. Преступники, жертвы, злодеяния и судьбы. Все аккуратно подшито и забыто. А если какое-то из дел раскрыто, то, видимо, по иронии судьбы. Не уверен, что он разрешит мне копаться в архивах. Так, кто диспенсер? Торговля водой хамство, а не бизнес. Набираешь воду в бутылки и лепишь на них этикетки с непомерными ценами. Обнаглевшие мега-корпорации уже пытаются контролировать водообеспечение целых стран. Не успеешь оглянуться, как цены на воду взлетят до небес, а народу и без того нищему будет совсем туго. Особо обнаглевшие. Вчера доставляли воду, и цена реально различается в 3,5 раза от той, что в ларьке у дома. Вот. Я согласен здесь с Дерреном. Не хочу пить. На городскую площадь. Дверь с большим окном ведет в коридор. Мне уже не терпится выбраться отсюда. Но при попытке выбраться... Мы еще не закончили. Извините. Ах да! Ах да-да-да-да-да-да. Так, друзья, все, мы все осмотрели. Теперь можем со спокойным... Я вспомнил еще кое-что. Отлично, вот прошу. ...составлять фоторобот. Можно еще несколько раз составить его неправильно, чтобы послушать какие-то реплики. Ну что, готовы? Ну, примерно так. Примерно не годится. Подумайте еще. Ладно, ладно. Я вспомнил. Отлично, вот прошу. Давайте составим правильный фоторобот. Мы помним, что у него темные волосы, зачесанные назад. Тонкие усы и впалые щеки. Нос со складками внутрь. И глаза с темными бровями. Сохраняем. Ну как? Это он. Вот так выглядел тип, который преследовал меня и Анжелину. Хм. Он мне не знаком. Может быть, вы же сами говорили, что у него был акцент. Верно. И что теперь? Что вы намерены предпринять? Распространим фоторобот в городе и пригласим этого господина на беседу. А Анжелина? Ну, она... Анжелина! И видеть Анжелину наручниках. Дэрон, я не виновата. Вытащи меня отсюда. Они хотят повесить на меня убийство. Знаю. Мы что-нибудь придумаем. Сегодня, после обеда, мне предъявят обвинение. Пожалуйста, ты должен что-нибудь... Пройдемте, мисс Морген. Дэрон! Я вытащу тебя. Я... Я что-нибудь придумаю. Пройдемте, Дэрон. Не трогайте меня. Я выясню, что здесь происходит. Она не виновна. Какой, по-вашему, у нее был мотив? В том-то и дело. Мы не знаем. Вот видите? А кое у кого мотив был. Фуллер шантажировал людей. Неужели? Миссис Байба из кафе. Она платила Фуллеру деньги. Много денег. Откуда вам это известно? Какая разница? У нее был мотив. А что насчет того типа? Вчера он был у Фуллера. В магазине Фуллера денег мы не нашли. А этот господин свидетель. А по поводу шантажа... У вас есть доказательства? Доказательства? Да спросите, миссис Байба. А она признается, что Фуллер ее шантажировал? Она... Нажмите на нее. На основании ваших слов. Нет, этого мало. Нужны доказательства. Или нечто подтверждающее факт вымогательства. Без этого наши руки связаны. А до тех пор наша единственная подозреваемая останется за решеткой. Тогда я принесу вам доказательства. Конечно, нельзя допускать, чтобы... Анжелина... Попала за решетку. Чего же начать? Нужно найти доказательства, что Фуллер занимался шантажом. Но чем он шантажировал миссис Байба? И только ли ее одну? Готов поспорить. Это как-то связано с потайной дверью у него в подвале. Вот только... Как ее открыть? Вдруг ключ остался у Фуллера? Нужно это выяснить. Вдруг остался. Вообще нам нужно почитать. Тут было в начале. Сейчас прочтем. Началась вторая глава. А вместе с ней появились и новые свежие записи. Ну, например... Вот это. Новый день в Битфорде. Говорят, что мечтать нужно осторожно. Ведь мечты сбываются. Не знаю, грустить ли мне из-за смерти Фуллера. Наверное, он все-таки получил по заслугам. Правда, есть серьезная проблема. Полиция подозревает Анжелину. Будто у нее был какой-то мотив. Словно она могла совершить такое. Даже у меня были причины. Но я никогда не смог бы так поступить. Я должен доказать невиновность Анжелины. Должен. Кто-то подставил ее. Скорее всего, тот самый таинственный преследователь. Мог ли он убить Фуллера? Или это убийство связано с шантажом? Скорее, последнее. И по заданиям, друзья. Можно еще раз насладиться каляками-маляками. Научиться зачеркивать выполненные задания в ваших дневниках. Вот это, кстати, я не видел кислоту проявить или проектор для подсветки проявить пленку и напечатать фотографии. Фотолабораторию можно сделать из маминой ванны, но для этого надо раздобыть красную лампу, две кюветы и так далее. Доказательства. Вот, подготовить фоторобот. Он его уже зачеркнул как шов на кесаревом сечении. Нужно собрать фоторобот преследователя Анжелины. Нос, губы, глаза. Как же выглядел тот тип? Дальше вырванный лист. Доказательства махинации Фуллера. Убийство Фуллера явно связано с его махинациями. Нужно осмотреть ателье. Так, ребят, я просто думал, по насчет фотографий, может быть, еще что-то можно здесь сфотографировать. Вспомнил, что нет. Попробуем поговорить с офицером. Про магазин Фуллера. Дом Фуллера хорошо обыскали? Достаточно хорошо. То есть? У нас убийство и подозреваемое, которое практически взяли с поличным. Место преступления сфотографировано. Эксперты все тщательно описали. Вы обыскали его подвал? Бегло. Так я и думал. Мистер Фуллер. Вы были знакомы с Фуллером? Он был подонком. И что, из-за этого его можно убивать? Зачем Анжелине бить его ножом дюжину раз? А зачем кому-то другому так поступать? По-моему, здесь налицо страсть. Анжелина была с ним едва знакома. А может быть, она была в состоянии аффекта? Студентка гуманитария из Англии жаждет крови. Бывает и такое. И потом, откуда вам знать, что она не была знакома с Фуллером? Возможно, у нее был чертовски хороший мотив. Разве не положено сначала убедиться, что у подозреваемого чертовски хороший мотив, а потом уже вешать на него убийство? Не в таких кровавых делах. Сотворивший такое с живым человеком головой не думал. Возможно, у нее вообще не было мотива, просто что-то щелкнуло в мозгах. И тут уже просто Фуллер-зомби. Вскрытие тела Фуллера уже провели? Еще нет. А ждем агента из Портленда. Он должен прибыть где-то к полудню. А до тех пор? Придется ждать. Отлично. Где сейчас тело Фуллера? А в больнице. Там есть патологоанатом. Пока что мне нечего сказать. Неглупая. 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 Дверь с большим окном ведет в коридор. Мне уже не терпится выбраться отсюда. Давайте выбираться. Снова на городскую площадь. Погода просто отвратительная. Ладно, переживем. Площадь опустела, потому что ливень хлестал холодными упругими струями. Да, погода и вправду отвратительная. Что у нас в больнице? Надеюсь, врачи помогут маме. Это уже было. Давайте зайдем. О, стулья наконец-то ушел. Как этого зовут, непонятно. Может быть, журналы. Но этого мы не узнаем, скорее всего. С ее места отлично виден вход в морг. Пока она на посту, мне ни за что туда не пробраться. Давайте попробуем пробраться. Что интересно скажет наш герой. Там морг, где должно быть тело Фуллера. Да. Здрасте. Доставка? Да. Накладную. А, так. Ай, кажется, я ее где-то позабыл. Так найдите ее. Ага. Ясно. Вопрос вот в чем. Эта работа сделала его циничным и подавленным? Или он всегда таким был? Простите. Эта зона только для персонала. Вам туда нельзя. О, извините. Я не знал. Нужно как-то отвлечь медсестру. Она меня ни за что не пропустит. Простите. О. При разговоре с охранником начинает говорить медсестра. Нужно. Да. Достав накладную. А. 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 Накладная. Здесь накладная на доставку жидкого мыла. Я не могу ничего прихватить с собой. Медсестра сразу заметит пропажу. Я не могу ничего. Так. Ну, давайте поговорим. Здравствуйте. Добрый день, мистер Майклс. Чем могу помочь? Как сегодня дела у мамы? Без изменений. Жизненные показатели в норме, но она все еще в коме. Значит, остается только ждать. К сожалению, да. Тот тип, что спрашивал насчет мамы, больше не появлялся? Нет. По крайней мере, не в мою смену. Предупредите, пожалуйста, других сестер, чтобы сразу поднимали тревогу, если он вдруг появится. Его ищет полиция. Я в курсе. Из полиции пришел факс с фотороботом. Хорошо. А что так рьяно сторожит ваш охранник? А, этот. Знаете, по-моему, у него просто не все дома. Там морг, кладовые, прачешная и гараж. Не понимаю, чего там сторожить с таким серьезным видом? Мы в Битфорде. Здесь краш не бывает. Да, разве что одно-два убийства. Не более того. Ну, это очень редко. Ох, простите. Нехорошо так шутить. А вы, кажется, не очень испугались. Я ничего не боюсь. У нас это первое убийство с незапамятных времен. Очень удивлюсь, если подобное скоро повторится. Разумно. Вы слышали, что случилось с Фуллером? О, да. Беатрис рассказала. Его привезли сегодня утром всего в крови. Вы были знакомы с Фуллером? Нет, лично нет. Это как? Просто я слышала о нем. Говорили, что женщинам лучше у него не сниматься. Почему же? Он был мерзавцем. Говорили, любил распускать руки. Такие слухи быстро расходятся. Облапошил полгорода. Кто имеет доступ в морг? Персонал больницы, разумеется. И еще полиция. А как охрана узнает сотрудников? Надеетесь туда пробраться? Без шансов. Старина Дик здесь всех знает. Вряд ли он действительно знает всех, кому разрешен допуск. Ну, разве что кроме курьеров. Зато персонал Дик знает лучше, чем мы сами. Мне даже кажется, что он тайком роется в наших досьях. Большое спасибо за сведения. Нет проблем. Не хочу отвлекать ее от работы. С ее места отличным. Ну что ж, проведай маму. Там больница, где лежит мама. Похоже, тут ничего не изменилось. Сбоку от аппарата весь. Сбоку от аппарата висят несколько проводов. Большая часть соединена с датчиками на пациенте. Угу. Кабель. Здесь висят несколько проводов. Большая часть соединена с датчиками, которыми увешана мама. Весы. Может быть, для больных с ожирением? В любом случае, больничные весы намного массивнее домашних. Таких, как у нас в ванной. Аппарат всего лишь отслеживает мамино состояние. Думаю, ничего не случится, если я выдерну один проводок. Сбоку от аппарата висят несколько проводов. Большая часть соединена с датчиками на пациенте. Сбоку от аппарата... Поговорить можем? Черт. Наверное, в розетке или в вилке плохой контакт. Простите. С вашей мамой все в порядке. Не волнуйтесь. Вы хотите сказать, что все в порядке, кроме того, что она в коме? Еще раз попикаем. Так, еще раз. Да, того стоило. Может быть, накладная мне еще пригодится. Захвачу ее с собой. Накладная. Заполненная накладная? На доставку... Жидкого мыла. Хе. А почему бы и нет? У нас также есть фоторобот. Это он. Вот так выглядел тип, который преследовал меня и Анжелину. Фотография из Виллоу Крик. Мама с каким-то мужчиной. Сзади подпись. Замок Блэк Миррор. Уиллоу Крик, Англия. Август 1969 года. И фотография Анжелины. Этот портрет Анжелины я оставлю себе. Она просто... Сноксшибательна. Самая прекрасная девушка на свете. Можно ли еще подергать кабель? Лучше не надо. Маме нужно отдохнуть. Все, действие пропало. Тут остаются только весы. Сохранимся, друзья. Так, в морг пока не хочу пытаться проникнуть. Нужно еще поговорить. Со многими. Мама трудилась много лет. С жителями Битфорда. Погода бушевала прямо. Кафе Байба сейчас правой кнопкой никакой реплики нам не выдает. Но к миссис Байба пока не пойдем, поскольку, может быть, она напрямую к этому причастна. Хочется тут все осмотреть. Поговорить со всеми остальными. Там главная площадь Битфорда с полицейским участком. Магазин Фуллера. Опечатано. И пересекать линию полиция. Полиция опечатала дверь. Придется найти другой путь. В этом нам может помочь... Трос! Так я иду. Так я иду. Что за запись? Вход в морг. Пока медсестра сидит напротив входа в морг, к двери не подобраться. Но мне нужно проникнуть внутрь. Охранник больницы тоже не пускает меня в отделение судебной экспертизы. Нужно придумать, как пройти мимо него. Пробраться в фотоателье. Полиция опечатала отелье. Нужно придумать, как пробраться внутрь, не ломая печать. Рекламный щит до сих пор стоит. Копы могли хотя бы затащить внутрь рекламный щит. Кому он теперь нужен, когда этой свиньи больше нет? Там запущенный внутренний двор Фуллера, куда можно попасть и через заднюю дверь отелье. За дверью старина Эдстера. Давайте поговорим со стариной Эдом обо всем этом. Городый представитель. Что с моим диапроектором? Без паники, он у меня. Сломался? Нет, и все такой же старый и побитый. Вообще, зачем вам проектор? Вы же ничего не видите. Не твоего ума дело. Вы знаете этого человека? Издеваешься, что ли? Э-э-э, простите. Труп Фуллера. Вы слышали, что случилось с Фуллером? А то! Полиция приходила, выясняла, не слышал ли я чего. И как? Вы слышали? У меня слух, как у рыси. Но шел дождь. А когда капли тарабанят по жестяной кровле под моими окнами, я уже ничего не слышал. Анжелина. Полиция. Арестовала невиновную девушку. Это запросто. Я докажу, что она ни при чем. Что? Хорошенькая? Не то слово. Но я не поэтому ей помогаю. Ну, конечно. Для какой-нибудь сморщенной старой перечницы ты бы сделал то же самое. А вообще, не важно. Сильные обязаны помогать слабым. Вытащить ее твой долг. Вы мне поможете? Если смогу. Ну, отлично. Эд соглашается нам помочь. Но мы, конечно же, помогли бы старой сморщенной, если бы она была невиновной. Я не в настроении с ним беседовать. Понятно, что в данном случае есть и личный мотив у Дэрена, но для нормального человека, а Дэрен, я думаю, им является, помощь невиновному должна всегда стоять в приоритете. Внизу уже видно море. Улица ведет прямо к набережной. Ух, какой променад серый и невзрачный во время дождя мне нравится. Улица, на которой расположен магазин Фуллера. Она выходит на главную. Здесь у нас можно снова посмотреть на океан. Пришпортована лодка. Здесь сравнительно тихий уголок Атлантики. Битфорд расположен в большой бухте. Но стоит миновать эту полосу земли, и становится неуютно. Так, до отеля доберемся сперва к двери наклеены изображения всевозможных карточек. Пустая упаковка сразу привлекает наше внимание. Упаковка от посылки. Видимо, получатель развернул ее прямо здесь и бросил ненужную коробку. Ну и нравы. Не будем пока ее брать. Видимо, что эта коробка нужна, как муляж коробки с мылом жидким. Ну, посмотрим, как нас не пустят без нее, а потом придем и заберем. Это мисс Рози. Душечка Рози. Привет, Рози. Опять вся в работе. Что тебе надо? Я уже соскучился. Вы знаете этого человека? Он как-то связан с убийством? Ну, конечно. Это же сразу видно. Морда протокольная. Так вы его знаете или нет? Первый раз вижу. Тогда ладно. Отель. А что вы можете рассказать о гостинице, что чуть дальше, по берегу? Дикий брек? Она принадлежит одной местной семье, а не коренные жители. Заведение уже лет сто. О, хорошее ухоженное место, вот только говорят, дела у них сейчас идут не очень. Скучновато. Никаких скандалов? Хозяин плохо ладит с сыном. Тот болтается где-то в Портленде. Что-то вроде музыканта. Ну, точно не знаю. А в остальном? Говорят, иногда там играют в нелегальные азартные игры. Но полиция закрывает на это глаза. А почему? А мне откуда знать? Наверное, инспектор сам с ними режется. И труп Фуллера. Вы уже слышали про Фуллера? Правда здорово? Что-что? Наконец-то у нас хоть что-то произошло. Кровавое убийство в ночи. Подозреваемая иностранка. Кто знает, что еще всплывет. А может быть, подозреваемую иностранку подставили? О, да. Убийца все еще на свободе и наносит новый удар. О, да. Например, его жертвой становится продавщицей из магазина сувениров. Не смешно. Такими вещами не шутит. Спасибо. Да, да. Да. Душечка Рози умом не блещет. Что-то не приходит в голову тем для разговора. Поэтому мы покидаем это место. И отправимся в отель. Так, тут снова можно поосматривать все. Дорога в порт. Ну, давайте начнем с флагштока. Флагшток похож на мачту с большого корабля. Атлантика любит радовать ненастной погодой с сильными ветрами. Если хозяин отеля задевается, то флаги унесет в Канаду. Ничего интересного. В то время, как на улице ненастье такое и холодный дождь, в отеле, посмотрите, пожалуйста, идет дым из трубы. И там, наверное, очень тепло и приятно. Даже во время такой погоды. Все очень приятно и мило. Так, мы можем... Да, мы можем насыпать на веранду крошек. Пока не буду торопиться это делать. Выглядит очень уютно. С веранды наверняка можно наблюдать за китами. Напоминает... Выглядит... Напоминает мой любимый фильм «Киты в августе». Это мы видели, друзья. Ну, давайте нас снимем. Нет, кормить птичек сейчас не хочется. Это преждевременно. Нет, кормить. Снова стали активными картины. Везде развешаны картины с кораблями. Ну, я пропускаю, друзья, потому что мы это читали. Странно, что все это активно. Пар журналов, буклеты для туристов. Ему принадлежит отель. В этих местах много небольших семейных гостиниц. Хм... На двери висит табличка «Частная собственность». Владелец гостиницы с семьей живет в этом же здании. За дверью или его офис, или жилые комнаты. Ему принадлежит... Попробуем поговорить с портье. Простите? Да-да. Можно поговорить о погоде. Погода... Наверное, совсем не по вкусу вашим гостям. Ну, сейчас здесь довольно тихо. Все-таки смену погоды предсказывали заранее. И, честно говоря, я даже рад, что у нас сейчас немного гостей. Ну, понимаете, из-за происшествия. Как думаете, кто убил Фуллера? Ммм... Кажется, у полиции уже есть подозреваемая. Бред! Она не виновна. И я на это надеюсь. А в противном случае, надеюсь, полиция не придаст огласке место ее проживания. Вы только об этом волнуетесь? Послушайте. Судьба моей семьи зависит от этой гостиницы. Представляете, сколько стоит обучение дочери в Швейцарии? Невиновная девушка сидит в тюрьме. Этот факт меня интересует намного больше, чем стоимость обучения вашей дочке. Простите. Конечно, вы правы. Но если мисс Морган невиновна, во что мы все хотели бы верить, то правда непременно восторжествует. Я вас выведу на чистую воду. Чего бы это ни стоило. Да уж. Вся его эта меркантильность. О маме спросим. Я видел открытку и букет, что вы послали моей маме. О, ну разумеется. Как я слышал, она еще не пошла на поправку. Похоже, в этом городе ничего не утаишь. Да. Просто моя жена дружит с супругой доктора. Поймите, мы ведь тоже беспокоимся. Сообщите, когда моей маме станет лучше. Что, простите? Вы в курсе, что Анжелину арестовали? Об этом я не могу распространяться. То есть вы в курсе? Послушайте, Дэрен, это семейная гостиница. Понимаю. А можно мне осмотреть комнату, мисс Морган? Ни в коем случае. А если я случайно проболтаюсь прессикой о чем? Не смейте на меня давить. И кроме того, газетой заведует мой зять. Ага. Здорово вы устроились. Полиция. Полиция опечатала номер, мисс Морган? Они приехали вчера прямо с утра. Подняли меня с постели. Я уже боялся, что они перевернут всю комнату. Все заснимут на пленку и снимут отпечатки. Ну, знаете, как в кино. А они этого не сделали. Инспектор осмотрел номер, сделал пару записей и велел никого больше туда не пускать. Через десять минут он уже уехал и с собой ничего не взял. Не знаете, полиция еще приедет? Понятия не имею. Не думаю, что инспектор искал что-то конкретное. Просто осмотрелся. Значит, в комнате могли остаться улики. Нужно осмотреть ее. И я подойду к делу. Внимательнее инспектора. Неизвестно. Вчерашний тип. Не приходил снова? А вы о том человеке, что спрашивала мисс Морган? Да. Видел его из окна. Он направлялся в город. А откуда он шел? Точно не знаю. По направлению от пляжа, я бы сказал. Смотрите в оба, хорошо? Думаю, он замешан в этой истории. В убийстве? Конечно. Он преследовал Анжи... То есть мисс Морган. А потом подставил ее. Что же это творится? Ну что за мерзавцы понаехали в наш чудесный Битфорд? Сейчас я не в настроении с ним беседовать. Вряд ли портье пропустит меня наверх. Вряд ли портье... Комната Анжелины наверху. А портье не даст мне подняться. С другой стороны, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Так, дописал ли что-то наш герой? Видимо, нет. Тоже пока не будем пытаться сюда прорваться. Вместо этого пойдем попробуем пройти с накладной в морг. Без коробки. Мы теперь можем заходить в участок, и здесь появился инспектор Конли. Инспектор, аккуратный и преданный делу. Тоже хочется с ним поговорить, конечно же. Ну, начнем с фоторобота. Вы уже нашли преследователя Анжелины? Нет, еще нет. Поговорите с сержантом Кинни. Она руководит поисками. Хорошо. Вы знаете, что вчера чуть не погибла моя мать? Нет, не знал. А что случилось? Она упала. Сильно ударилась головой. Мне очень жаль. Пожелайте ей от меня скорейшего выздоровления. Вас не насторожило, что сразу после появления этого англичанина у нас один погибший и один тяжело раненый. Намекаете, что ваш несчастный случай был не случайен? Я не знаю. Дэрон, думаю, не стоит гоняться за воображаемыми преступниками. Нам нужно раскрыть самое, что ни на есть, реальное преступление. Анжелина. Вы думаете, Фуллера убила Анжелина? Насчет думаете, это вы зря. Мы застали ее всю в крови с орудием убийства в руках над трупом жертвы. А как вы вообще там оказались? В смысле, посреди ночи? Ну, к нам поступила информация. Неужели? И вам это не показалось странным? Показалось. Именно поэтому я хочу найти вашего таинственного незнакомца. Думаете, это он сообщил? Возможно, кто-то позвонил анонимно и сообщил о проникновении в магазин Фуллера. Если ваш незнакомец наблюдал за мисс Морган, он мог видеть, как она залезла в фото от Илья и сообщил нам. Или он расставил для нее ловушку. Ну, пока мы не найдем свидетеля, рассуждать можно сколько угодно. Мистер Фуллер. Вы знаете, что у самого Фуллера рыльца было в пушку? Не удивлюсь. А что конкретно вам известно? По-моему, он был шантажистом. Неужели? Это серьезное заявление. У меня нет доказательств, но я их предоставлю. Только давайте без глупостей. Лучше не лезьте в мое расследование. Я вам не помешаю, потому что сразу пойду по верному следу. Я уверен, что этот англичанин подставил Анжелину. Как скажете? А чем слаба моя версия? Тем же, что и версия о том, что на Фуллера напали вампиры. Она просто неправдоподобна. Зачем англичанину убивать Фуллера и вешать дело на мисс Морган? Именно это я и выясняю. Как угодно. Желание беседовать с этим типом еще не пробудилось. Инспектор, аккуратный и преданный делу. Желание беседовать. Так, появились разговоры с полицейской сотрудницей фотороботом. Вы уже нашли тип из фоторобота? Пока нет. Но фоторобот расклеен повсюду. Скоро мы его найдем. Конечно, если он еще в городе. Если он настоящий убийца, то теперь точно пустится в бега, если еще не сбежал. Он всего лишь свидетель. В лучшем случае. Анжелина. Как дела у Анжелины? Как сказать? Она шокирована, напугана. Ее можно понять. Представьте, вы студентка. Приезжаете сюда из Англии. И вас вдруг обвиняют в убийстве практически незнакомого человека. Ситуация довольно очевидная. И тем не менее, все было не так. Убийца кто-то другой. Мы выясним все обстоятельства произошедшего. А пока что у вашей подруги проблемы. Пока что мне нечего сказать. Так. Пробуем пробраться в морг. Она пересела из головы, ушла в документы. Не хочу отвлекать ее от работы. Накладная у нас. Но нету мыла. Поэтому послушаем, что скажут. Доставка? Накладную? Ха. Хорошо. Ну, тогда я пошел. Не так быстро. Что в доставке? Жидкое мыло. И где оно? А? Где посылка? О, эээ. Ах, я растяпа. Должно быть, оставил в машине. Невероятно. В мое время мы себе такого не позволяли. О, нет. Выходит, мне никогда не стать охранником. Я принесу коробку. Хорошо, хорошо. Да. Доставь накладную. Ну, тогда я пошел. Где оно? Где посылка? О, 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 я принесу коробку. Да, да, да. Я не хотел, ребята. Ну, тогда я пошел. Жидкое мыло. Где оно? Где посылка? Ниферой. О, я принесу коробку. Вопрос вот в чем. Это работа сделала его циничным и подавленным? Или он всегда таким был? Мы можем путешествовать с помощью карты. Давайте использовать это активно. Упаковка от посылки. Посылка. Я запечатал посылку. Совершенно незаметно, что ее уже вскрывали. Что-то не... Так. Теперь можно и чаек попробовать покормить. Может быть, как раз благоприятный момент для этого уже наступил. Но, дорогие друзья, будем делать это в следующей части нашего прохождения. Я буду вас там ждать. А вы не забывайте друзей приглашать. Окей? А вы не забывайте. 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 Продолжение следует...